ПЕСНЯ Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни налево, ни направо, а правильное понимание Божественной Словской. Прибудь с нами, если вечер благодатный. Бала Тебе честь и поклонение, Отец, Сыр, Твой Дух. Аминь. Аминь. Первое послание апостола Иоанна. Первая глава. Я глава не большая, я сейчас всю главу зачитаю, а потом будем разбирать. Итак, 1 Иоанна, 1 глава. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Слове жизни с большой буквы. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у оса и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот, благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9-й, 10-й стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Итак, еще раз, первый стих читаю, и читаем толкование Блаженного Петра. Итак, 1-я Иоанна, 1-я глава, 1-й стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Это он говорит и к иудеям, и к язычникам, которые порочат таинство спасения нашего как позднейшее. Апостол показывает, что и оно древнее, ибо от начала и современно представляемому в уме началу. Или что оно древнее не только закона, но и самой видимой твари, ибо она, имея начало, а оно было и прежде самого начала. Ибо, что может кто-нибудь сказать о языческих таинствах, которые появились вчера и третьего дня? Они, сопровождаемые развратом, произошли поздно. Тогда, когда уже в людях жила нечистота, которая разврат, тот служил как бы верховым памятником. И через которую мы из хорошего состояния дошли до самой темной ночи, представляя величие нашего таинства в сравнительной его древности. Апостол прибавляет, что оно еще и жизнь. Жизнь, не измеряемая сроком времени, но самобытная, как всегда сущая у Отца. Что делать? Так и в Евангелии сказано. И слово было у Бога. Рахиль просится. Вижу так, секунду. Рахиль просится. Райхан. Рахиль. Рахиль. Что? Какой у него? Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, продолжаем. Слово было. Означает не временное существование, но самобытное. Бытие неизвестного предмета. Начало и основание всего, что получило бытие. Такое, без которого последнее и не могло бы прийти в бытие. Хотя и о каждом сотворенном существе говорится, что оно есть. Например, есть ангел, есть небо, есть солнце и прочее. И совершенно есть один, с большой буквы только сын, при участии которого все приходит в бытие. Почему? Почему и Павел говорит, мы им живем и движемся и существуем. Снига Деяния 17.28. Кто прежде слышал об этом из начального учения, тот переходит к видению его не телесно, но разумно, и не телесными глазами, но мысленными. Иоанна 14.6. Может быть сказано так и о слове, сущем в начале, потому что мы слышали от закона и пророков, что оно придет. Когда оно пришло явно с плотью, мы видели его и осязали. Ибо Бога, как он есть сам в себе, не видел никто никогда. Иван Глятана, 1 глава, 18 стих об этом говорит. И мы присоединились к явившемуся слову нелегкомысленно, но, как уже сказано, после осязания, то есть после изыскания в законе и пророков, мы поверили явившемуся во плоти слову в Большой Божьей. Мы увидели и осязали не то, чем оно было, ибо род его кто изъяснит, но то, чем оно стало, осязали и умственным прикосновением, и вместе чувственным, как, например, Фома сделал по воскресеньям, ибо он был один и неразделен, один и тот же зримый и невидимый, объемлемый и необъятный, неприкосновенный и осязаемый, вещающий как человек и чудотворящий как Бог. Так говорим мы по слове, по причине теснейшего единения Бога с плотью. Толкование закончилось. Сергей, посмотри, посмотри там человек, почему он голый, что за подпись под ним. Разбери, Ладя, однажды, света нет. Ты маленько тоже смотри и призови к порядку. Божественное писание идет. Извините, справлюсь. Подписаться русскими буквами, имя, фамилия, как обратиться. Человек, чтобы имел возможность поговорить. И отключите тогда видео слое. Хорошо. А то подпись-то какая-то. Если перевести, она просто похабная. Вопросы, комментарии по этому отрывку есть у кого-нибудь? Вопросы есть. Вот говорит, что если мы грешим, то не знаем Бога. Яков же пишет в этом послании. А здесь говорит, если мы говорим, что не согрешаем, то мы лжем, истины нет у нас. То есть два прямо противоположных требования. Говорит, ты согрешил или не согрешил? Объясни. То я? Ну как, руководитель должен объяснять, учитель? Грешили мы до уверования. Если мы говорим, что мы не грешили до уверования, по слову, по Евангелии, то мы лжем. Бог говорит, что все согрешили, все до одного. Но после того, когда мы уверовали, получили рождение свыше, рожденное от Бога, написано, не грешит. Это ему не свойственно. Не верующему человеку свойственно грешить, а верующему не свойственно. И поэтому, когда мы уверовали и говорим, что мы не грешили никогда, мы лжем, так нет. Потому что до рождения свыше, до рождения от Слова Божия, все человек склонен ко греху. Дьявол его обманывает, склоняет ко греху. И как мы можем не грешить, если мы не знаем Слова Божия? Не знаем и нарушаем, а нарушая погибаем. Но некоторые скажут, что есть еще совесть. Написано, скрыжали в сердце закон. Есть и такие люди, но не у всех. Совесть первичнее Евангелие. Когда не было Евангелие, по совести люди поступали. А когда совесть угасла, стал закон писанный, чтобы мы обращались к нему. Если нам совесть не подсказывает, как поступить. Вот сейчас только была передача. Дети в школе не знают, что такое добро и зло. Они не могут, и учителя не могут им объяснить, что добро, а что зло. У нас в детстве был свершок крошка. Сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И отец начинает объяснять. И нам вот Евангелие, Новый Завет, он нам объясняет, что такое хорошо, что такое плохо. Если мы будем делать плохо, грешить, то в жизни вечной мы ее наследуем. А если не будем, то верующий в это не грешит. А не верующий, он уже осужден. Я вот так понимаю. Еще вопросы. Тут добавить можно. Пожалуйста. Что того, как умер за нас, за мир. Человек был в рабстве греха. Он был невольный. Он увлекся невольно греху. Поближе к микрофону. Плохо слышно. Погромче. Ох, слышно. Михаилу, поближе к микрофону. А так хорошо? Так хорошо. Держи в руке. Ну, я говорю, что до того, как Господь не принес себя в жертву греху, не победил сатану, человек был в рабстве греха. И человек был просто рабом. А когда Господь победил сатану, то уверовавший человек, рожденный свыше, вошедший в церковь, очищенный, он уже не грешит добровольно. Он, ну, борьба идет, борьба идет, борьба идет постоянно, до самой смерти будет идти борьба против духов злобы поднебесной. То есть добровольно он не грешит, но невольно может согрешить в борьбе. То есть сатана искушает постоянно. Сатана влечет через... Рахиль просится. Рахиль. Да это группа какая-то. Что за Рахиль? Это не Рахиль. Ну, она же христианка Рахиля была. Райхан стал Рахиль. Она христианка теперь. У нее еще, наверное, есть имя Кричи. Рахиль. Это вот она, Райхан Джайнакова? Да, да, да. И она Рахиль теперь. Вот я ей звоню. Надо еще потом ликбез вам провести. Прошлое занятие сорвали напрочь почему-то. Все звонят, правила не знают. Она будет сейчас мне звонить, 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 а я не могу дозвониться, потому что она в этот момент мне звонит. Нам. Терпения у людей что ли нету, я не знаю. Ольга Симоненко сейчас звонила, я ей звоню, она уже не берет. Почему, я не знаю. Писать надо, так потом. В конце объясню. Но звонок мне удался. Почему или связь такая, или что-нибудь. Продолжайте, если у кого еще есть. Сергей Ильин, что-то по этому вопросу. У меня вот вопрос такой. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет у нас. То есть мы в настоящее время, здесь говорится о настоящих христианах, которые уже крестились, родились свыше. Но в принципе имеем в себе грех. А если говорим, что вот как многие, мне вот многие пишут протестанты. А вы вот родились свыше. Вот вы грешите. И начинается. Я говорю, а в каком момента вы перестали решить и почему? То ли Господь вам простил уже, это понятно. А если вы вообще не имеете греха, и природа ваша изменилась, она вообще не склонна к греху. То я в этом сомневаюсь. Почему? Я здесь вот сказано конкретно. Если не имеем, говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет у нас. Вот я бы хотел вопроса тоже немножечко. Для меня тоже не все понятно. Может быть Господь дает через крещение благодать к побеждению греха. Это понятно. Своими силами это не победить грех. А Господь через крещение благодать дает. И имеем возможность уже с ним бороться эффективно. Я имею в виду такая мысль, я так думаю. Это понятно. Господь помогает всегда человеку и везде, если он просит это. И после крещения, и даже до крещения. Но вот здесь говорится о ком? Что человек уже крещеный, он, так сказать, настоящий христианин взрослый. Но грех он в себе имеет. Поврежденная природа. Вот Господь. Какой конкретно грех? Ну я, как я понимаю, я вот сам, я понимаю, что поврежденная природа. Да, именно, поврежденная природа. Но вот грехи, они имеют название. Не прелюбодействуй. Прелюбодеяние есть грех. Не укради воровство есть грех. Не убивай. Убийство есть грех. Понятно? Если человек, допустим, до крещения, при любодействии убивал и крал, и после крещения то же самое это делает, какой он вообще христианин? Нет. Здесь говорится конкретно. Если мы же ходим во свете, то и кровь очищает, вообще не имеем друг друга, и кровь очищает нас всякая греха. Да, вот это понятная строчка. Дальше идет. Если и говорим, это уже для нас, которые ходят во свете, которые, так, настоящие христиане, но говорим, если не имеем в себе греха, там не ваша какой греха. Я понимаю правильно, что природа искажена и склонность к греху. Здесь не говорится конкретно какой грех. Обманываем самих себя. Если нет. Что это наши грехи? Потому что стал христианином, говорил, я никогда не грешил, есть такие люди. А в чем мне кается? Он христианин, он приходит в церковь, он не знает, в чем кается. Апостол Иоанн обращается конкретно к христианам. Он пишет для христиан сейчас уже. Для тех, которые обратились к Христу, крещеные. А почему? Вот толкование только что проводилось. Это он говорит и к иудеям, и к язычникам. Толкование. Первый строк. Почему ты говоришь к христианам-то? И к иудеям, и к язычникам он говорит. И были такие язычники, которые не знали, в чем кается. А я святой, я никого не убил, не украл. Что мне? У меня совесть не осуждает. Я вообще без греха. Ну вообще может быть, да. Я посмотрел, может, да. Вообще-то может быть. А так, что ты призываешь тому, чтобы каждый христианин имел в себе грех. Это противоречие в этом. Вот, значит, я призываю. Если он... Как будто бы так выглядит. Ты не призываешь, конечно, но рассуждая, получается противоречие. Я тебе, конечно, правильный вопрос задал. Мы уже его обсуждали. И ты остался в своем мнении, что вот написано, мы имеем к христианам. Я тебя толкую, что это не только к христианам, это и к язычникам говорится. Ну, это вообще человеческая природа. Все правильно. Не имеем обманутся. Христиане, они всегда хотят иметь в своих рядах тоже язычников проповедь идет. Они хотят язычников сделать христианами. А язычники уцепили за свое и порочили вот это таинство воплощения, о котором мы сейчас говорили. О слове вечной жизни. Они его... У них свои таинства были там. Они вокруг костра голые плясали там через костер. Что они там делали? Разра там занимались. Братья, можно добавить? Давай. Римлянам 8, глава 10, стих. А если Христос у вас, то тело мертвого не греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет у вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете, то дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть цены Божия. И там дальше написано, что Дух рабства и так далее, и так далее. То есть Господь освободил. И уже свободный человек в церковь входит. Ну добровольно, вот я тебе уточнение твоему объяснению, что уже христианин добровольно не грешит. Грех для него чужд. Ну а в чем же мы себя обманываем? Вот еще раз тогда ответь Сергею ему. Когда говорим, что не имеем греха. Не имеем греха? Да, ну вот, только что Сергей Ильин читал. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Обманываем самих себя. Раком грехе речь. О прошлом ли идет? Либо он это обращение к неверующим уже идет? Ну, это не к неверующим, а к верующим идет обращение. Как к неверующим? Ну вот. А то, что есть это... То есть, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Мы все грешники. Это все мы знаем. Если бы мы считали, что не имеем греха, мы бы себя грешниками не считали. Грешники мы согрешали. А мы раскаившиеся грешники. Но раскаившиеся, он не перестает быть грешником. То есть, в прошлом он грешник. Грешник. Если мы говорим, что мы в прошлом не грешили, я так понимаю, то мы обманываем самих себя. Потому что, мне кажется, есть такая категория людей. Я встречал таких людей. В чем мне кается? Я нормально живу. Я никого не убил. Ну, первое. Я никого не убил. Значит, он уже все святой и достоин. Нет, здесь что-то не так. Давайте послушаем, Игнать Тихонович, если можно. Что-то мы здесь запутались, братья, немножечко. Давайте, Игнать Тихонович. Вы спросили не для того, чтобы мы тут запутались, а чтобы распутать, понятно. Здесь два мнения сталкиваются. Вот возьмите. Первое послание к Коринфянам. Пятая глава. Павел говорит. У вас, говорит, такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. И поэтому он дальше продолжает самые суровые кары. А впереди называет их святыми. Так что в действительности? Это святые все делают? Здесь два момента. Один момент. Человеческая Адамова природа, которая остается в человеке неизменная, смертная. Даже уверовал, очищен от грехов и в день крещения можешь умереть. А возмездие за грех смерть, а грех снятый. Значит, здесь надо понимать сторону, которую мы видим и которую не видим. Невидимая сторона перед Богом. И здесь он показывает, что все согрешают. То есть склонность, наклонность Адама и природы. Грех обладает силой притяжения. Я вот насчитал жития святых, а потом симфонию составил. И встречаются такие жития, которые страшно считать. Яков постник. Очищенный. По его молитве небо разверзалось. Дожди были. И вдруг совершает три смертных греха сразу. Привезли девицу и знать беса. Он помолился, бес вышел. А родители побоялись взять ее. Оставили. А ему же за 60 лет было. И он сносильничал. Перепугался. А вскрыть решил и убил. Рядом протекала река и бросил без захоронения воду. Да грешил или он не грешил, тут вопрос даже не ставится. А дальше дьявол подвел прямо идеи, убей сам себя, задавись. Встретился инок, который умыл ему ноги и стал увещевать. Как Нил Сенайский говорит, согреши, дело человеческое. То есть свойственно нашей природе. А отчаиваться, это не свойственно. Это, говорит, дело сатанинское. И вот этого отвел. Снова заперся в келье. И Бог вернул ему все дары. А этой души-то девушки-то нету. Ну, я говорю, житие как есть. Человеческая природа обладает грехом, силой притяжения. Но разумом он подавляет. Павел говорит, плоть воинствует на душу. Смиряю и порабощаю тело мое. А чем он порабощает? Ну, не как оригин, взял да скопил сам себя. Я смиряю и порабощаю. Я спрашивал неоднократно баптистов. Скажите, вот вы очищены кровью Христа, да? Грех прикасается? Нет. Ну, а дальше уже простой вопрос. А плоть как? Воинствует на дух? Да нет. Он не знает. Он живет и не знает. Павел говорит, я порабощаю тело мое. Рабыня. Душа госпожа, а тело рабыня. И когда близкие люди разговаривают, то у них свой как бы жаргон. Долго уже не ели, уже второй день. Ну что, дадим немного рабыне отдохнуть. Рабыне, телу. И вот здесь Иоанн прямо и показывает двух сторон. «Все мы согрешаем», говорит Яков. Что он имеет в виду? Мы. Если бы сказал, «Все согрешают много», тут толкование более узкое было. Потом «мы». И считает, что он включал туда сам себя. Хотя его считали праведным. Прозвище было Яков праведный. У него на лбу и на коленях от поклонов была кожа, как у осла. То есть мозоли. А все равно они его убили. А подходит грех мыслями. Здесь более тонкое ощущение приближения того первого Адама. В Адаме все умирают. Он умирает, Адам, значит, так и остался. Не умер. Не умер, но он порабощается. Порабощается духом. Юноша подходит к старству своему и говорит, «Ничего не могу сделать». Блуд мучает, и все. Усну, как собачьем сердце, говорит. А не хороводом вокруг его, голая женщина. А старец и говорит, «Ты стараешься победить страсть под черевную. Ты победи сначала черевную, которая выше. Чрева. Не давай ему пить и есть. И ты увидишь, дьявол будет поражен постом и молитвой». И поэтому по природе, которую мы получаем уже для души, по-христиански, человек не согрешает. У него нет наклонности. Образно сказать, так есть грязь. Я сын пастуха и видел овечка, иногда попадает в это. Она долго отрехается. От нее, как радуга маленькая, идет. Летят капельки. А для нее это неестественно. Естественно. Она овца. А для свиньи, естественно. Она нашла лужу, в нее легла и еще и радуется, хрюкает, лежит. Вот это состояние, пока человек не уверовал, уверовал. Грех. Один и тот же встретился грех. И тот и другой попал в него, но отношения разные. Согрешаем? Да. Он судит более тонко, как Абагафон. Братья решили его испытать. Мы договорились, давай потихоньку поговорим, а потом скажем, нам Бог открыл, ты блудник. Женщина созналась. Он заплакал и говорит, да, так, вам Бог открыл тайну моей жизни. Братья Аташи, надо же. А он воспитывается в монастыре с детства. Дальше. Убил человека, он тоже согласился. Тогда они придумали последнее обвинение. Скажем, что он еретик. Он сразу вытер слезы, ободрился, говорит, нет, братья, никогда. Ну, поясни, Ава, как же ты, первое, ты грехи согласился. Верующий-то, грех к нему не приближается и не поражает его. Это свойство человеческой природы. Даже за мысли, Бог судит, за мысли. А на деле-то, какие мы будем. А это добровольная сдача всех позиций и добровольное принятие ереси. Это добровольно. Это не бывает какая-то прихоть или похоть, плоть восстала. Вот, допустим, сегодня мы постимся. У меня мысли такие, два дня я свободно буду поститься. А уже к обеду мой пыл уменьшается. Обед пришел, так, поесть охота. Понятно? Но один может побежать, другой нет. Не суди. И в данном случае Иоанн об этом говорит. А далее, когда говорит, говорит уже о мытой, избавленной во Христе Иисусе чистой душе, которая обратилась к Богу. Если грешим, то не знаем Бога. Лукавый к нему не прикасается. А почему? Ну, объясняют так, говорят, тот мироварник. Мироварник. Если котел разожжен, и ни одна муха не сядет. Хотя Соломон говорит, мухи портят отменный мироварник. То как молитва. Молитва ничего не может сделать. Подошел враг, он сразу на молитву. И вот тогда теперь совмещается та наклонность природы, которая побеждается душой, очищенной во Христе Иисусе. Это борьба непрерывная. В данном случае Он говорит именно об оставшейся природе. И ни один человек не может сказать, что его нигде, никак, ну, дьявол не смущает. Нет этого. Все понимают. У нас Иисуса в молитву Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Даже не зная. И такая молитва в ведении и неведении, в уме и в помышлении, в водне и в ночи. Прости, ибо ты благо человека любишь. Сама молитва показывает, что в неведении, в незнании, даже пост может человек нарушить и не знать, посчитал, что сегодня четверг, а пятница. Для православного христианина это уже смущение. Вот так. Так что противоречия никакого нет. Двойственность природы, как и состав человека, дуалистичен. Он проявляется в теле и в душе. Но госпожа душа. Тогда все стало на место. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. Спасибо, Господи. Кресло, а плоть тоже осталось еще. Продолжаем. 1 Иоанна 1 глава 2 стих. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Толкование. Рассматривали то же, что видели собственными глазами и удивлялись. Остязали это то же, что исследовали. Связь речи такая, что было от начала, то мы слышали и видели и рассматривали своими глазами, и что осизали руки наши о слое жизни, которая явилась и которую мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам. То есть вечную жизнь, которая есть у Отца, явилась нам. Итак, что мы видели, то и возвещаем вам. Апостол возвестил не так, как мы. Во-первых, для кратости речи, потом из неуважения к эллинскому пустословию, далее, чтобы показать, что спасение наше не в словах, но в делах, наконец, чтобы сделать нас внимательнейшими, дабы мы, находя предлагаемое, удобно и как бы само собой не рассеялись. сверх всего богослов хотел неясностью прикрыть то, что выше нечистого слуха, и чем небезопасно огласить его. ибо давать святыню псамы и бросать жемчуг перед свиньями не согласно со здравым смыслом. В этом нам говорится в Евангелии от Матфея, 7 глава, 6 стих. Сережа, разреши обращение маленькое сделать, просьбу. 50 лет назад люди в мундирах, особо обреченные властью, крутили мне руки, и у меня левая рука сильно поврежденная, и вчера у меня снова воспалился нерв. Нерв. И ни сна нет, ничего я не одеться, не могу плечо. Именно в плече, если видно. вот здесь вот, она все время у меня болит. Но вот так воспаляться, второй раз, в прошлый раз меня в кровевую больницу даже возили, какой-то большой шприц вот так воткнули, и там это, нерв поврежденный. И чуть-чуть охлаждение, и да, так что прошу помолиться, кто вспомнит. Совершенно ничего не могу ни взять, ни задержать, никак. Воспалился нерв. Второй раз уже. Лет 15 назад у меня было, я больше, нет, больше. Больше уже 25. я много носил в Библии на все занятия, это и лямки натерли это место-то. И воспаление нерва здесь, так идет. Сейчас жду врача, Виктор Андреевич должен подойти. Может, намазать еще надо. все. Все. Вась, помолимся. По вот этому отрывку, второй стих, вопросы есть? В общем-то, наверное, нет. Можно дальше. Нет? Давай дальше тогда. Третий, четвертый стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Толкование. Что же именно? То, что жизнь с большой буквы, будучи вечной, явилась нам, и мы были очевидцами ее и до креста, и после воскресения. Ибо один и тот же и пригвожден был плотью ко кресту и воскрес той же плотью. А какая вам говорит польза от того, что мы возвещаем вам это? Так, что как через слово мы принимаем вас в общники виденного и слышанного нами, так мы имеем вас общниками и Отца, и Сына Его Иисуса Христа, а получив это, мы, как прилипившиеся к Богу, можем исполниться радостью. Ибо когда мы в общении с вами, то испытываем величайшую приятность, подобную той, какую радующийся сеятель доставляет жнецам при раздаче платы, когда и они радуются тому, что их трудами наслаждаются другие. ну вот, вопросы, смотрите в третьем стихе он жалуется а это незаметно мы можем увидеть это в другом месте о чем он говорит чтобы вы имели общение с нами вот мы встречаемся с кем и скажем вы имеете общение с нами да как-то неприлично так говорить еще раз с вами общение имеет вас диктантами считает америкиками или еще как-то так с иоанном не все имели общение вот я открываю третье его послание третье послание 9 стих я писал церкви то есть писал раньше вот в первом послании очевидно но любящий первенствовать у них идиотреф не принимает нас то есть не имеет общения с иоанном он захватил власть он непонятно кто епископ был спресс-виттер ну-ка ну начальствующий какой-то посему к если я приду то напомню о делах которые он делал понося нас злыми словами и недовольстве с тем и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви это сегодняшняя обстановка по отношении к нам мы хотим чтобы имели общение больше людей было слушали истину а вот эти диотрепа они захватили власть пираты они не крестят как положено неправильно все делают но у него власть у у него риза и вот эта ситуация была и как-то даже ну так как-то не не принято в народе а вы со мной имеете общение даже сказать так нельзя вот у нас принято что в общину назвать нельзя нельзя сразу с переоснование общины поставили это в правило какое разрешение все он просится дать разрешение один раз прийти посмотреть нельзя звать до такого никогда его не было все зовут к себе все абсолютно не считая евреев любыми путями сделать у мусульманином баптистом православным у нас не положено он считает видит и я хотел бы хоть раз посмотреть как это у вас без торговли да без торговлю и что все по форме одеты да благочестивая форма и все полное крещение да так вот это бы мне увидеть и когда люди бывают на нашем богослужении на литургии а сами они все время ходили где-то сегодня такая слушал одну для меня это было наивысочайшее торжество что наконец-то я нашла где все по закону исполняется какая-то красота и даже ребятишки не кричат как удивлялись что нас деревне собаки не лают не слышно почему уставе написано пение птиц лучше чем лай собак но она должна обнаружить врага вот то здесь она должна то есть во всем порядок и вот здесь мы видим что чтобы имели общение с нами он просто умоляет униженный почему от нас отвернулись ну заходите пишите дорогие наши гости будете а наше общение с отцом и сыном его иисусом христом добавил как бы я грубо выражусь как бы приманка какая-то а мы-то с отцом и сыном его почему с нами не знаете вот что за этим стоит она прямо видится отошел что дальше идет а ты восьмой стихи и вот благовестие которое мы слышали от него и возвещаем вам бог есть свет и нет в нем никакой тьмы Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь у Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Толкование. Апостол опять возвращается в прежние речи и объясняет, какое он слышал благовестие. Прежние речи именно следующее. Бог есть свет, и тьмы в нем нет. От кого это слышал Он? От самого Христа, который говорил, я свет миру. Читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. И еще, я свет пришел в мир. Читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. Итак, Он, Христос, есть свет, и тьмы в нем нет. Но свет духовный, привлекающий очи души к зрению Его, а от всего вещественного отвращающий и возбуждающий стремление к Нему одному, самая сильная любовь. Под тьмой разумеет или незнание, или грех, ибо в Боге нет ни незнания, ни греха, потому что незнание и грех имеют место в веществе и в нашем расположении. Если же сказано, мрак сделал покровом своим, считаем индекс Салтир 7, 12, то сказано, что сделал тьму, а не есть тьма, так как сказано, есть свет, ибо полагающий и полагаемое не одно и то же. Итак, здесь тьма означает наше незнание о Боге по причине Его непостижимости, а это незнание наше есть, а не Божие, ибо иному предается нечто такое, чего нет в нем, не для него самого, но для кого-нибудь из имеющих отношения к Нему. А что апостол называет тьмой грех, это видно из евангельского изречения Его. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Иван Гетоан 1, 5. Где тьмой он называет нашу греховную природу, которая по своей склонности к падению уступает завистнику нашему дьяволу, увлекающему к греху. Итак, свет, соединившийся с нашим существом, весьма удобо уловимым, стал совершенно неуловим для Искусителя. Ибо он не сделал греха, а Христе речь. Итак, когда мы принимаем вас в общники с Богом, который есть свет, а в этом свете, как показано, не может быть тьмы, то и мы, как общники света, не должны принимать в себя тьму, чтобы не понести наказание за ложь и вместе с ложью не быть оттожитыми от общения со светом. Посему, держась общение друг с другом, то есть с нами и со светом, мы должны поставить себя непобедимыми для греха. Но как это будет, когда мы прежде погрязли уже во многих грехах? Ибо никто, любящий истину и старающийся быть истинным, не осмелится сказать, что он безгрешен. Итак, если кем овладевает это опасение, то пусть не унывает. Ибо кто вступил в общение с Сыном Его Иисусом Христом, тот очищен кровью Его, пролитой за нас. Примечай, что по причине теснейшего единения называют Его Сыном Отца и потому, что воспринято им от нас. Ибо кровь без сомнения принадлежит нашему естеству, а не Богу. Им история, очевидно, безумен и нечестив, когда отделяет плоть от Сына и не позволяет называть Матерь Его Богородицей. Нужно знать также, что вся мысль этого изречения не испровергает и хулу и иудеев, которые говорили, мы знаем, что человек тот грешник. Читаем в Англии Таана 9.24. Итак, говорит, если мы творим дела света, то мы в общении с ним. А если не делаем их, то мы чужды Ему, Богу. И как же Он, Бог, не свет истины и не безгрешен совершенно, когда злодеем причтен был за вас. Исайя 53.12. Итак, если мы, кричавшие некогда, кровь Его на нас и на детях наших бесстыдно скажем, что мы не согрешили, то мы обманываем самих себя, как будто распять Христа не грех. Апостол не сказал, мы лжем, но обманываем себя, потому что обман вне истины. Если же сознаем грех и исповедуем, Он простит нам. Поколение закончено. Ну вот здесь Кофелак толкуется как раз о том, о чем мы говорили выше, что не имеем греха, обманываем самих себя. Как же мы можем говорить, что не имеем греха, когда кричали, кровь Его на нас и на детях наших. То есть Он имеет в виду здесь иудеев, иудеям, скорее всего, обращаются. Потом Он говорит, что нам делать, мужи и братья, покайтесь. Докрестится каждый из вас для прощения грехов, когда он прийдет. Рассказывал, что вы руками распяли Господа нашего Существа Христа. И мы всякий раз, согрешая, распинали Господа нашего Существа Христа. Потому что Он умер за грехи наши. По Писанию. Идем дальше? Нет, я хотел вопрос задать, Игнать Тихонович. Ну давай. Здесь? Да, здесь. Сейчас тут Виктор Андреевич еще пришел. Игнать Тихонович, вам вопрос можно задать? Нельзя. Виктор Андреевич пришел. Ну понятно. Давай дальше тогда. Давай, Миш, 9-й, 10-й. Читай. Под рукой у тебя. Да, да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то, представляемого лживым, и слова Его нет в нас. Толкование читать. Апостол повторяет несколько раз свою речь, дабы через обильное и частое обречение представить им всю тяжесть преступления и преклонить их к исповеди. Сколь великое благо рождается от исповеди. Видно из следующих слов. Говори ты грехи свои, чтобы оправдаться. Исайя 43, 26. А что для начинающего ученика учитель часто повторяет одно и то же, сначала кратко, потом пространнее, чтобы сообщить познание яснейшее. Это дело обыкновенное. Бог, говорит апостол, верен. Это то же, что истинен. Ибо слово верен употребляется не о том, только кому веряют что-нибудь, но и о том, кто сам весьма верен, кто собственной своей верностью может и других делать такими. В таком смысле Бог верен. А праведен Он в том смысле, что приходящих к Нему, как бы ни были они грешны, не прогоняет. Иоанн 6, 37. Итак, тем, которые через покаяние прибегают к святому крещению, Он, несомненно, прощает грехи. Хотя бы они согрешили против Него и против других. Если говорит исповедуем, то получим соответствующее исповеди прощение. Если же бесстыдно скажем, что мы не согрешили, то совершим двоякое зло. Покажем себя лжецами и изречем улу на Бога. Ибо Он говорит через пророка. «Воздают мне злом за добро». Солом 34, 12 стих. И сам лично. Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Иоанна 18, 23. Если и при этом мы говорим, что не согрешили, то отвергаем его слова, которые суть дух и жизнь. Ибо сказано, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6, 63. Покажем. Вопросы? Вопросы. Вот тут все как бы разъяснено. И мы начали разговоры, а тут уже подтверждение тому, что мы говорили. Это и расколковано. Хорошо. Вот в таком положении рука. Да, уши не расколкованы. Простите, а мы первое Иоанна изучаем? Да. Первое послание. Первое послание. Не Евангелие от Иоанна, а первое послание. Ага. То есть покаяние. Борьба идет, плоть воюет, мир воюет. Все воюет. Хоть ты и крещен, хоть ты и в церкви, а все равно война идет. С грехом. Не можешь впасть. И тут покаяние на помощь приходит. Что делали? Пошел там, там, моя проволока. Я ее ножом порезала, она не ломается. Я ее вот так вот... А вы вот сейчас на экранах видите, вот первое Иоанна выделено, вторая глава. Да, да, да. Я вижу. Если на мою как бы нажать, вот. Так вот оно, да, у меня тоже выглядит. Дети мои, сие пишу вам, выделено. Это видно вам, да? Да. Вот. Есть такая функция демонстрация экрана. Классно, вы так поставляете всегда. Так, а у нас свой, свой есть тоже. Мы же тоже так вот следили. Первая и она, вторая глава. Да, сейчас мы вторую главу. Я тоже так же, если с этой избивней, пожалуйста. Мы сейчас ее пересли, да? Да, да. Мы закончили первую и вторую. Первую зашли. Я вот просто первый раз попробовал, потому что Володя на камеру снимает. Ну, Володя, чтобы тоже эти, не мы же, еще же смотрят нас. Я так понимаю, для них. Но для этого Володю нужно переключить на мою как бы фотографию. Я тоже сначала смотрю, что-то вылезу, а не понял, как-то у меня такое. Ну, ладно. Слава Богу. Так. То есть вы можете там, крестик такой, демонстрация экрана и показывать то, что у вас на экране тоже каждый крестик может делать. Ну, давайте вторую главу начнем, я думаю. Час уже прошел. Обычно у нас час идет на чтение Слова Божьего и полчаса потом вопросы задаем. Ну, мы в прошлый раз получилось так, что пропустили. Может, сегодня подольше позанимаемся? Ничего? Да, да. Ничего. Я, тем более, играю тихо, что там, Анечка, иди не делаем, поэтому отвечать на вопросы, что не каждый у нас гораздо. Поэтому, да. И пятница, тем более, что как бы. Да, идем дальше по писанию. Сергей, нет, первый, второй, стих, читай. Первая, Иоанна, вторая, два. Хорошо. Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом, Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот, толкование. Апостол, зная, что природа наша непостоянна и греховна, что влечением к злу мы всегда носим в себе, что завистник дьявол препятствует своими ковами спасению нашему, то посему и примирившиеся уже с Богом через исповедь, если живут невнимательно, не избегнут греха. Иисуса Христа внушает теперь, что если мы и пари после прощения грехов наших, то не должны отчаиваться. Ибо если обратимся, то можем и опять получить спасение через посредничество Господа Иисуса Христа. Потому что Он, ходатайствуя о нас пред Отцом, умилостивит за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Но, апостол сказал это потому, что писал иудеям. Сказал для того, чтобы показать, что благотворность покаяния не ограничивается только ими одними, но простирается и на язычников. Или что обещание это относится не к одним только современникам, но и ко всем людям последующих веков. Иисуса Христа Он называет податаем за нас, умоляющим или уговаривающим Отца. Это уподобление Бога человеку употребляется с особенной целью, как и следующие слова. Сын ничего не может творить сам от себя. Читаем в Англии от Анна 5.19. Последнее сказано для того, чтобы не сочли его Бога противникам. А что и сын имеет власть отпускать грехи, это Он показал на примере Расслабленного. Матфея 9.6. Также, когда дал ученикам власть, отпускать грехи, ясно показал, что Он дает такое право самовластно. Но апостол, как мы сказали, говорит, так теперь с особенной целью. Именно представить, что сын имеет одно естество и одну силу с отцом. И что действие одного из трех пресвятых лиц общее и прочим лицам. Ну вот здесь что хотелось бы заметить. Вот сектанты любят говорить, что вот зачем нам посредники? Один у нас Ходотай, Иисус Христос, един посредник пред Богом. Зачем нам в церковь идти, исповедовать батюшке? Он такой же грешный человек, как и мой. Я напрямую обратился, он напрямую меня простил, и я напрямую спасен. Я уже на облаках, на небесах. Как, что ему ответить? Как сказать? Ну вот здесь читаю толкование, ну и да. Един посредник, Иисус Христос, между Отцом и людьми, а между человеком и Иисусом Христом, Иисус Христос поставил других посредников, священников, которые прощают грехи. И Он это самовластное, Христос, Он же и Отец, Он же и Дух Святой. Но Христос во плоти сказал, кому простите, тому простятся, о ком оставите, на том останутся. Когда сектантам это место приводят, что во внимание его не берут. И опять свое. Ну а здесь же посредник, зачем нам церковь? Им главное из церкви увезти. Из истинной православной церкви. Они, может быть, сами того не понимают, говорят или понимают, добровольно принимают эту ересь, что священство не нужно. Есть даже вот такие вот беспоповцы, которые... Попов всех раскрыли, сейчас священников нету. Истинных нету, все остальные ложные. Вот две такие вот точки зрения, и все. Священники не нужны. Ну так интересно, а что сказать-то? Ну и что от этого, что сказать? Кто может, кто с какими вот сталкивался, с людьми, имел общение, опыт общения? Вот, отвергая церковь, отвергая священство. Понимаешь? Понимаю, я-то понимаю. То есть, церковь, она создана для чего? Для спасения. Спасаются люди в церкви находятся. И прилагал спасаемых к церкви. И если... Тут желание быть единоличником, это что хочу, то и врачу. А в церкви тут свои правила. Можно подчиняться. У них это разброс и шатание там. Спасибо, Господи. Вон у них пойдет проводить. Захотел, надоело в этой находиться, в баптистах пошел, свое что-нибудь организовал. Кто ему ничего не скажет. Тоже церковь будет для него. Вроде бы так. Видите ли, в чем дело здесь? Здесь говорится... Сережа, простите, нельзя, да? Сейчас можем... Здесь очень серьезный вопрос затронул Сережа. Здесь действительно говорится о посреднике, который является ходатаем, ходатаем перед Отцом Иисус Христов. Но он говорит, я созижу церковь мою, и брата да не одолеют ее. Он сказал это Петру. На семь камней я созижу церковь мою, брата да не одолеют ее. То есть никогда не одолеют. Это первое. Но здесь у людей, у некоторых, и не так давно мы знаем даже нашего брата одного, который вот очень сильно засомневался в священстве и в благодати. Ну, там он стал придираться именно к слову священства. Я признаю пресвитерство, признаю там, что это старчество, но я не признаю, что в Новом Завете есть священство, как таковое. В Ветхом Завете было священство, и то непонятно что, поскольку на иврите Коген – это что-то такое неощутимое, непонятное, и это, в общем-то, даже не является священством. Нет, это не так. Когда 70 толковников переводили слово Коген с явлита на греческий, они перевели Иереос, священники, именно священники. Но можно сказать, что нет, священство в Новом Завете не так. Так, есть священнодействие. В деяниях говорится о священнодействии, что мы призваны священнодействовать. Это, вот. Хотя и слова священник нет во всем Новом Завете по отношению к человеку, да, но слово священнодействие есть. Это во-первых. Второе. Здесь вот вопрос говорится. А почему так, вот для чего существует рукоположение? В первой церкви существовало рукоположение. Ну, просто бы взяли бы, вот каждый бы себя назначал, там, ну, веровал во Христа, и сам себя назначил бы священником или там, не священником, а, ну, христианин, и сам бы что хотел, то творил, хотел, то творил. Нет. Нет. Был порядок. Обязательно было рукоположение. Рукополагали в диаконах. И здесь вот ни один не может сказать, что не было рукоположения. Рукоположение было. А если нет священства, то спрашивается, зачем оно рукоположение? Зачем? Оно, значит, не нужно, а оно было. Значит, было и священство. Вот в чем дело. Вот такой вопрос. Ну, вот еще можно вспомнить. Евреям 7.12. Потому что с переменами священства необходимо быть переменными закона. С переменами, а не соответственно. Ран Сергий, здесь могут, как говорить, могут говорить, что перемена священства, это вот было священство левицкое, да, как бы, от Алии. А здесь перемена почина Мелхиседека, Христос, он у нас первосвященник, все. И больше никто из людей не священник, только один Христос. Нет, не так. Почему не так? Потому что через людей, на которых есть рукоположение, сам в жертву себя кто принес? Христос сам себя в жертву принес. Он сам и жертва, и сам священник. Вот в чем дело. И он через этих людей, руками этих людей, сам себя приносит в жертву. Вот в чем дело. Поэтому они священники. Священник это тот, кто выделен, выделен на определенное служение. Можно говорить, что, да, все христиане священники, да, правильно, есть священство. Но среди христианцев есть особо выделенное священство, как и в Ветхом Завете, на особое служение. Кроме того, если говорить о жертве, вот смотрите, говорить о жертве, что священник приносит жертву, правильно, но здесь задается такой вопрос. А жертву только христиане могут приносить, только крещеные или нет? А я докажу, что нет. Что жертва Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит. То есть, когда человек кается перед Богом, сокрушается, он еще даже не крещеный. Но, но, он приносит жертву сокрушенное сердце, он уже священник в некотором роде. Поэтому он приносит жертву, и жертва его принимается или не принимается, это же Господь судья, правильно? Потому что и в это время он священник. И любой христианин, он как бы священник, но священник, он в своей душе приносит жертву сокрушенный дух. А этот священник поставлен на служение, выделен, приносит бескровную жертву руками Христа. Вот какая разница. Вот в чем разница. Вот в чем ошибка нашего брата одного, с которым мы еще будем иметь разговор. Ну, вот так вот я думаю. Я бы хотел уточнить, что литургия – это общее дело. И характерно, что священник в молитве просит о том, чтобы Святой Дух сошел на нас и на предлежащие дары сие. То есть на всех участвующих в совершении Евхаристии. Лириков и мирян, на святые дары. Момент приложения святых даров мыслится как событие, имеющее отношение ко всей общине и каждому ее члену. Понимаете, тут дело в том, что тут вопрос серьезный, конечно. И то, что называют всех священниками. И священство – это высшее призвание человека. Вера ваша, конечно. Это ко всем относится. И литургию совершает он один священник, не может ее совершить для самого себя. Потому что все молятся, все вместе. И молитвы, которые тайные, они не от лица священника, а от лица всей общины, от лица всех верных. Понимаешь? Тут вот так говорить, что он один это все делает, неправильно. Делают все вместе. И по общей молитве Господь прилагает дары. Понимаешь, в чем дело? Это может быть. То, что ты говоришь, это уже для верных, для утвержденных православных христиан. Но человек, я говорю, с какой точки зрения? Человек, который взял Библию и говорит, что у меня, в старике, только Библия и Священное Писание, вот то, что есть. Остальное для меня, вот это вот, то, что ты сейчас сказал, например, будет пустой звук. Оно правильно. Но для него это будет пустой звук. Вот ты мне покажи на Библии. Я вот откроюсь в Новый Завет и скажу ему, вот смотри, есть рукоположение в деяниях. Не просто люди там уверовали, а их рукоположили на служение. С какого времени ты начинаешь быть священником? Он скажет, с того времени, как я крещен, как я уверовал его. Нет, неправильно. Потому что, если ты говоришь, что жертва Богу приносит, а жертва Богу приносит дух сокрушен. Сокрушенный дух может быть у кого угодно перед Богом. И у некрещенного. Поэтому, извини меня, и он в это время тоже священник. Понимаешь? А здесь тебя через рукоположение специально, тебе церковь через рукоположение посылает на определенное служение. Вот здесь. Ты, священство, это выделено. Выделение на определенное служение на какое-то. Это называется священство. Вот мы из среды мира отделены, мы священники, как бы, когены. Да? Тоже. То есть, вернее, кадош. Кадош, святость, святость, кадош. Это выделение, отделение от чего-то. На специальное служение. Поэтому мы и выделены, святые. Этот вопрос приостановить, чтобы до следующего раза. Ну, брат Сергей, я тебе скажу откровенно, ты его запустил. Поэтому можешь и остановить. Выберите. Вот. Знаете, хочу освободились. Да. Вы идите вперед, уже все объяснили. Больше ничего не надо. Написано, раз священство, священодействие. Сергей об этом сказал. Я вчера беседовал с этим братом. Я говорю, смотри, откровение 1, 6 и 5, 10. Избрал нас и садил царями и священниками. Слово священник есть? Ну, как? Ну, ладно, как-то объяснили. А как царями? Ты царь? Да нет. Ну, а как же мы все цари? Царить над грехом, командовать. И жертву приносить? Это сокрушенный дух. Правильно, Давид говорит 50-й Псалом. Выход-то надо искать из священного Писания. А я не признаю толкование. Но хорошо. Господь говорит, сея с вами во все дни до скончания века. Вот главный стих. Если во все века понимали так, что только через рукоположение, даже в мыслях не было, чтобы кто-то, все исторические церкви, ну, отделы церкви, как угодно можно назвать, я называю их 5, католики, великолепные армяны, копты и сирийцы. У всех рукоположение. И вдруг мы все, как все, по-другому церковь не понимал. Если он во все дни до скончания века, а это то, что рукополагать от заблуждения, выходит 20 столетий. Одно было заблуждение во всемирной церкви, Христа тогда и не было. Тут даже говорить не о чем. Но один раз сказать. А он будет стоять на своем. Значит, много нагрешил по этому вопросу. Отойди от него. После первого, второго разумления отвращайся. Он самоосужден. Он сам себе приговор вынес. Сказал, отойди. Я говорю, ты царь. Докажи, что ты царь. А он соделал нас. Если ты понимаешь, что священники духовно, то и царя понимают духовно. Но если телесно. Исход 19.6 говорит. Я избрал вас царственным священством. Царственное священство. Но несмотря на это, отдельно выделено ливиное колено. Так и здесь. Хотя мы все священники духовно. Но и выделены еще отдельно, которые приносят бескромную жертву. Сергей все это объяснил. Пошли вперед. Дело в том, что у нас уже как-то час двадцать мы занимаемся. И у нас раньше было час мы занимаемся, 30 минут на вопросы. Все понятно. Давайте вопросы. Михаил, задавай вопрос. Сейчас я найду. Проводил? Я, Игнат Тихонович, хотел это... Вспомнил это. Как вы объясняли священникам, когда они приезжали в Петеряевку, что если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я хотел спросить, вы им хотели подтолкнуть, к чему вы хотели их подтолкнуть, чтобы они поняли из этих слов? Что это такое, что ходить во свете? Хороший, ходить во свете, не во тьме. Здесь Пефилакт объясняет одно, что неведение, тьма, не знает Бога. Но смысл-то здесь заложен другой. Грешит человек, находится во тьме, говорит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его. Почему Пефилакт здесь не говорит, не знаю. И именно речь идет о тьме здесь, о том, что человек живет греховной жизнью, во тьме. И свет Божий не осиял его. Вот я это им сказал, если ходим во свете, а ходят во свете, а священно действие все делают неправильно. Все семь таяц искажаются в церкви сегодня. Даже, ну, легко я доказывал, а больше всего где? Больше всего на исповеди. Отсюда все идет. Неправильная исповедь? Неправильно. Крещение совершенно неправильно. Причащение неправильно. Потому что от причастия отлучают за грех. И большие сроки. А сегодня наоборот. Если ты не причащаешься, тебя будут отлучать. То есть, это совершенно не церковное, не христианское. Выверт сознания у людей. Ну, а как венчают? Венцы даже на голову не надевают, сзади идут. Почему? До себя не сохранили в девстве. Венцы не надо надевать. Это правильно. Венцы означают победа. Как Ян Сатаус объясняет. Я как-то был, тогда Федюхин был, старший пресс-питер Санкт-Петербурга у баптистов. А они там в каком-то храме собирались. Православные, не знаю, так и не могли отбить этот храм. И он говорит, мне... По Поклонной горе. Да, да. Он объясняет, старший пресс-питер, знакомый священник объяснил, венцы венчают, это не то, что ты король или королева. Это означает терновый венец, что тебя ждет. О чем Павел говорит. У вас будут скорби по плоти, а мне вас жаль. А их украсили, как сегодня. Скорби, скорби. Скорби из-за жены, из-за болезней, из-за детей. Работа. Они-то я где, на помойке какую-то кожурку найду, съем и живой останусь. А как ребятишек продержать? И уже ничего не вспоминается, что был там с женой, где... Павел говорит, мне вас жаль. Но почему мы не послушались? Павел жалеет. А кого он еще жалеет? Ты посмотри. Вот иногда с людьми говоришь, они... Знаете, это не надо записывать в интернет выставку. Это не надо. То есть тайна. Я говорю, тайна только одна есть. Одна, не две, не три. По канонам. Когда жена изменила мужу и исповедовалась, а муж не должен знать. Он ревнивый, может ее прихлопнуть. Ей разрешается быть с верными семь лет и не причащаться, чтобы муж не заметил, что что-то с ней неладно. Одна тайна, а остальное все открыто. Одна. Это щадящий пример, который дает нам Святая Церковь. Вот об этом мы должны рассуждать. Рассуждили, да, так. А он не принимает священство. Все, отойди. Ты уже сказал. Я уже беседовал, говорил об этом. У лучшего места, как 19.6. Исход, нету места. И то, что я взял с откровения. Нет слова священства. Я говорю, а вы баптистов были? Да. У них кафедра. Где вы слово кафедра нашли? Ну покажите, где слово кафедра? Нету. Ну чего тогда удивляетесь? Да я вам столько найду слов, которых вообще нету нигде. Подряд. Найди слово галстук. Где они взяли? А у них все стоят в галстуках. Как по порядку-то начни там сплошь и рядом отступление. До 80 лет все скоблится, все бреется. Вот и все. Игнатий Иванович. Игнатий Иванович. Они поняли, священники, ваше слово, к чему вы их призываете? Да. Это в первую очередь. А имеем общение друг с другом. Это значит, он хочет, чтобы с ним общались, но они-то не апостолы. А они от народа совершенно отделенная каста. Если человек был со священником, о, как тут священником сейчас одного поставили, а он еще не был. И мать пришла у него, ой-ой-ой, как я сегодня счастливая. А ее сшибли, и по полу покатилась и к ногам священника. Перевернулась несколько раз. Столкнули. В Покровском соборе-то. Так я батюшкиных ног коснулась. Понимаете, счастье какое. Где он идет, когда все платочки расстилают, он чтобы ногой наступил. И теперь вот эта нога его, да если он прошел еще не совсем чисто, это отпечаток будет, это реликвия. Вот они берут бутыльки, ставят у Иоанна Максимовича в Тобольске. И эти бутыльки он купил, допустим, за рубль. А уже от гроба отнесли, уже 30 рублей за ночь. Они энергетикой напитались. Нас коси в каждом деле. Это что, священодействие какое-то? Священодействие должно быть именно в сокрушении духа. А священник, это святая литургия, благословение, таинство. Это ему принадлежит. А он не хочет. Ну, ваптисты-то, допустим, отвергли, а своих избрали. Правильно Карл Марс сказал, говорит. Он сделал что? Мирян сделал священниками, а священников мирянами. Ну, Мартини Лютири говорит. Ну, надо просто договорить однажды до конца. Они избегли, венщание. Так же бракосочетания ведут. Все как положено. Ну, причастие-то, что хлеб обыкновенно возьмут, или, я знаю, печенье. Печенье. Ломают и дают. Чашу там пьют. Все равно что-то они делают взамен этого. Так этого нет. Вот безбожники отвергли, все. Мощей нету. Поклоняются Ленину, мощи. Если говорят, нет воскресения Христова, но они все еще там ждут, часовые стоят, уже сколько лет простояли. И по порядку возьми. День Победы Христов. Вот День Победы отмечает эта замена воскресения. Всеобщее объединение, допустим, День Троицы, у них свой день, а не какие-то праздники, замена. Начинаешь смотреть, правда, это замена какая. Без этого никак не будет. Я читал Вольтера, это один из самых гнусных безбожников времен Парижской коммуны. И он решил, чтобы ребенок у него совершенно не верил. Он нанял глухонемую няньку. Она разговаривать не может, еще сказать не может. Одна же смотрит, ребенок убежал, там за кустом стоит. Он подошел, он руки поднимает. Ты что здесь делаешь? А я, говорит, благодарю солнышко. Он не знает Бога, не слышал. Солнышко теплое. Он обязательно будет искать. Так твари поклонять себе и Творцу. Он ничего не сделал. Он как-то выступил. Тогда была публичная библиотека. И говорит, через сто лет Библия будет забытой, заброшенной книгой. Ее можно будет найти как свидетельство глупости более ранних поколений. И на том самом месте образован склад библейского, британского общества. Миллионы книг Библии изданы. Как одна баранья не верила в Бога и на кладьбе на могиле своей приказала, что залить там какими плитами, бетонными обручьями, схватить все это, написать. Вот как я лежу и как мое надгробие. Так будет всегда этот мир и ничего другого не будет. Уже при жизни следующего поколения плиты стояли дыбом. Попало семечко, дальше клен начал расти, кверху поднял и вздыбилось все. Все эти обручья, все полетели. Поэтому надо смотреть на мир так. Написано, Бог сделает, постромить нечестивых. Евгений, вы хотели вопрос задать. Да, у меня вопрос по книге Захарии, 14 глава, 16 по 20 стих. У меня все зачитать или не надо тут. А праздники Куща говорится о том, что будет, настанет время, когда народы земные должны будут приходить в Иерусалим на поклонение Господу именно в этот праздник. А кто не придет, у того не будет дождя, у того не будет благословения. Сейчас вот у нас здесь в Израиле преддверие праздника Куща. Евреи готовятся, Кущу себе выстраивают. Лучше делают из пальмов ветвей. Вот. И я знаю, что здесь у нас протестанты в Израиле вообще, они сильно это практикуют. Есть протестанты, которые приезжают каждый год. Желучка, стихи повтори. Стихи. Стихи. Еще раз, Захария, 14 глава. 17, да? 16 по 19 стих. Все, спасибо. Вот я на экране себя выделил. Это Сергей делает. И вот у меня вопрос такой, как это понимать, потому что я знакомился с такими христианами, но они из протестантов. И я сам ездил на такие сходки, когда перед праздником Куща есть еще день поста, этот, Йомтипур, судный день. И когда большое стечение просто съезжало с Иерусалим, причем со всех стран, с Африки, со всех стран. И вот они как бы приезжали в Иерусалим и на этот судный день, потом оставались на празднику Куща, чтобы просить у Господа благословение для своих стран. Ну, предстоятели, там, пастыры, пресс-фитеры вот этих протестантских общин. Вот, я просто хотел спросить, как вот вы это понимаете? Вот, как вот вы это понимаете? Потому что здесь написано, что кто не прибудет, у того не будет дождя, у того не будет благословения, как бы. Ну, если я сказал, значит, так и будет. Речь идет о каком празднике? праздники Кущей? Да, праздник Кущей. А что он означает? Что он означает? Праздник Кущей, когда евреи выстраивают по этим вот кущей, шалаши, палатки, они как бы должны в них жить. Но сегодня они в Израиле здесь не живут, потому что они просто кушают, молятся, вот эти семь дней, восемь дней, вот. Кущей, все с чего были, Евгений, кущей эти праздники? Вообще с чего? Когда из Египта выше еврейский народ пришел. Вот давай теперь в духовном плане. Для нас что такое Египет? Греховный мир. А что такое выход? Выход во Христе. Это означает исполнение Духом Святым. И не будет дождя. Люди, которые не будут признавать, то есть не переживут духовное рождение, у них ничего не будет. Так плоти останется. Седьмая глава считаем Евангелие от Иоанна. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И дальше написано Сие сказал о Духе Святом, которого имели принять верующие. Никто этого не понимал даже. Вот тебе, пожалуйста, и дождь. Дождь ранний, дождь поздний. Это благодать, к которой Дух Святой сошел. Люди обратились. И поздний это на более поздние времена. До 20 века. Тут никакой тайны нет. если кто не пережил этот духовный переход из Египта в небесный Ханаан, в духовном плане, у них не будет дождя. Нет сошествия Духа Святого. Не, ну как вот написано здесь, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваоку, то не будет у них дождя. То есть как бы нужно прийти тут из контекста понятно, что как бы надо явиться в Иерусалим. Или как? Нет, не Иерусалим. Мы говорим о Иерусалиме духовном. И видел я Иерусалим, говорит, и дальше перечисляет какие камни и что в откровении. В этот Иерусалим надо прийти через Египет. Египет это мир, греховный мир, царство Ханаана. И как тогда Израиль, это были образы для нас достигших последних веков, 1 Коринфянам, 10 глав, 6-11 стихи. Прямо об этом говорит, это были образы для нас, образы. И образ выхода их из Египта и куча, что они должны были в шалашах жить, показывают, чтобы для памяти. А у нас как на обновлении, ты можешь понимать, что речь идет о причастии. Не будете причастия, не будет у вас жизни. То есть плотской, деревянные мозги, картонные. конкретные, определенные, не будет дождя. Я перевожу эти места. Буквально нельзя принимать. Тут эти, буквально нельзя, то есть это принимать. Нет, Буквально. А с чего ради? Кто жаждет, иди ко мне и пей. Ну где пей? Воды не дал. И дальше дается толкование. Сия сказал о Духе Святом. И дальше дождь ранний, дождь поздний. Речь идет о благодати Духа Святого. Это другого толкования вообще нет. И все Писание об этом говорит. Если они не вышли из Египта, значит, и не будет дождя. То есть не будет сошествия Духа Святого. Все встало на место. Ну тогда сам праздник тогда и нету надобности уже этот праздник праздновать праздник и строить шалаши иудеям. Это ветхозаветнее. И никакой беды нет, если он у нас будет праздновать не с иудеями, а как христианин. построен шалаш. Это напоминает о том-то и о том-то. Это нам напоминает духовный переход из Египта в небесный Ханаан. Никакой беды тут нету. Но одновременно с иудеями их каноны запрещают праздновать. Можно на день, позже, на день, раньше. Вот мы знаем, что день Пятидесятницы, что он означает? У Израиля было. Первое, пожинки приносили эти плоды, а они по краям у поля срезали колосья, приносили, священник брал и потрясал ими. Сноп потрясания называется. Боже, Иегова, Яхва, тебе приносим хвалу за этот сноб. И вот день Пятидесятницы уже вновь за этим толкование. Господь собрал эти зернышки, колоски со всего мира и потряс их. И был шум, ветры и все. Вот что он означает, говорит Иоанн Златоустый. Мы все понимаем теперь в духовном плане. Нам туда не за чем идти. Поклоняется не на той горе, не на этой, а на всяком месте. Я в этом никакой даже тайны не вижу. Слишком открыто все сказано. А вот этот стих еще, если мы уже в этой главе, четвертый стих, и станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку и раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большой долиною. Это тоже мы не можем буквально воспринимать. То есть этого ничего не будет. Так что не будет? Ну тут как бы говорится, что явится Мессия, Иисус Христос. Откуда он вознесся он откуда? С Иеронской горы. Ну да хочу спрашивать. Или он высвечивается здесь. А что оно буквально или не буквально время покажет. Меня сильно интересовало толкование третьей книги Ездоры. И когда я Лопухина прочитал, что речь идет о прошедших временах, для меня интерес потерялся. Зачем мне нужно, когда все ушло? Я и голову забивать не стал. Что касается будущего сегодня, все события, все абсолютно. И все эти терроризмы, ИГИЛ, все, Индия, полтора миллиарда, все сконцентрировано будет на маленькой территории Израиля. Все будет там. Чудо Божье, Израиль, он завершит историю. Я когда до конца дошел до этого, мне с колен не хотелось вставать, плакать об Израиле. Что сделали? Мессию не приняли. И он придет, и все это, что золото со всего мира, все сгребли, а ничего нету. Нету ничего. Нету. Они несчастные люди сегодня. Но события будут так, как сказал Господь. Вместо Христа, говорит, придет иной, его примете. Иной, иной Антихрист. Так и понимал Ефрем Сирин. Вот его они примут. События закончатся там, в Иерусалиме. Так должно быть. А вот они хотят там мечеть Амара убрать, то как будет? Не знаем, но сядет в храме Соломоновым. Сдвинут они с фундамента или отдельно будет? Дело покажет. Нам не надо гадать. Неизвестно, все, вопрос снятый. Я не пророк, я просто смотрю священное писание и вижу. Никаких дат нету, нету и не надо. Но есть кое-что указано. Вот говорит, там, Вавилон, пал, пал Вавилон. Вавилон это Рим, это толкование было одно. Одно. У Андрея Кисарика-Подокийского непременно все говорили, это Рим. А Рим, три Рима. Первый Рим, Древний Рим, Второй Рим, Новый Рим, Константинополь, Третий Рим, Москва. Епифания Славенецкая, это четвертому не быти. Вот теперь напросились. Этот Вавилон будет сожжен Богом. Вавилон, Рим, Третий. С претензией на Третий Рим никогда не было ни одного государства. Притом написано, город сей на семи горах. А Глинка пишет, Москва Семихолмовая. Все здесь. И учения, то есть, вот это ядовитый третий интернационал и прочее. Так что тут, а может это Вашингтон был, но три города есть, и город Аман, тоже на Семи Холмах. Может быть, но никак не уйдет от Москвы. Почему? Северный народ. Раз. И второе. Злостное учение. Вино. Блудодеяние. Нет нигде такого. И на это никто не претендует. На духовное водительство. Только Москва. Они ничего не понимают. А я вот толкование адвентистов слушал. Они-то так понимают, что это католическая церковь и Рим. Что Рим как бы тоже якобы находится на Семи Холмах. И папа, он как бы отступник. Но там написано город, город. Город. Там не надо толковать. Город. Истолковано уже. Жена же, которую ты видел, есть и дальше толкуется. Если толкование дано, уже не надо. Все остальное фальшь. Вышел сеять и сеять. Что означает сеять? Сеять слово. И не надо толковать ничего больше. Ну а Рим разве не город? Рим. Рим город. Все так и понимать надо. Но Рим то не один. Древний Рим то какое владычество имеет? Никакого. Кто обогатился от папы? А здесь купцы посыпят голову. Москва одна питает всех. Ну там как бы такие, что якобы сейчас Ватикан это как город. Город, мини-город в городе. То есть у него свой банк, у него там все свое. Он как отделен. Ну хорошо отделен. И написано купцы посыпят головы свои. Какие моря в Риме? Какие купцы обогатились? Можно немножко гляньте. И они посыпят голову и будут рыдать. Как такое богатство погибло? Ну 17-18 глава откровения. Игнатий Тихонович, а какое вино блудодеяния в России? Какое вино? Учение. Учение злостное. А какое учение? Здесь я понимаю, что вот ФРС, вот эта вот финансовая система, которая придумана в США и блудодеяние всего мира. А у нас-то что? Мы нищие как эти и всем помогали. А почему нищие-то? Потому что все обогащаются. И главное богатство ушло в Израиль. Они в Америке решали, кто будет. И избрали на это, что когда начались эти ваучеры, 70 лет работали на евреев. А теперь еврейский какой-то там пенсионер или кто-то получает в 20-30 раз больше, чем русский. Почему? А все цари принесут туда золото. И не надо не роптать ничего. А кто спорит? Не, ну а в чем-то вина России? Где здесь учение? Где здесь вино блудодеяния? У нас нет вообще блудодеяния. Сергей, прослушал. Третий раз об этом говорю. Нигде не было так распространено безбожное учение марксизма-ленинизма. Вот это вся зараза наползет и сегодня по всему миру. Все эти смуты, революции, все идет. Подождите. До марксизма-ленинизма вот эта вот зараза, она была именно масонцем, коренна. Это только небольшая часть марксизма-ленинизма. Она самая основная это вот этот ФРС, это самая финансовая система, которая породила марксизм-ленинизм, чтобы можно было грабить не только там Россию, но и все. Ведь Америка грабит всех. Вот вино блудодеяния. Нет, вино блудодеяния означает не с Богом, а это делает только богатые люди могли быть и верующие. И с Богом, вот там-то и дело, что они все поклонились доллару, все доллару поклонились. И весь мир, он считает, что без доллара жить нельзя, все, смерть. Сергей, давайте рассудим так, кого Вашингтон обогатил, кого Израиль обогатил, они только грабят Россию. Это главный источник богатства всего мира, Россия. Нет, за счет доллара обогатились все. Да доллар-то даром, это бумажка только, ничего этого нет. Все приезжают бумажки. А как же? А как же? А все написано там, и лошадей, и перечисляет, какое богатство, это все в России, нигде столько нету. Весь мир, земной шар весь питается этим. И когда будет сожжено, посыпят голову. Какая финансовая система? Ядовитое учение, безбожие, которое распространяло в школах, и по всему миру эту заразу распространяли, всем помогали, и в Эфиопии, и на Кубе, и везде компартии. Какая финансовая система? Ну, стройте на финансовую, но есть обучение. Чаша мерзости, безбожия. Полное отрицание божества. Ну, так и есть. Так и есть. Сергей, спорить, я не ответил? Нет, значит, не отверстие по-другому. Ну, я не могу согласиться. Спасибо. Я сказал, спросили, я ответил. Именно вино, которое, вино, вино, от которого шалели. Что это и дело, чтобы грабить была внедрена система, было придумано все это, а там уже фашизм, коммунизм, все вот это мелочи. Это не мелочи. Сто миллионов погубили, да, если холокост, шесть миллионов, а русские от еврейских революций сто миллионов потеряли, почему это не холокост? Да неважно, сколько людей было умерло или погибло. Если запущено, кем запущено, откуда, главное же, откуда идет это все. Они не то, что кто там совершал. Это, коммунизм, это уже просто, как бы, производный от того, что запустили масоны. А что запустили? Что? Ну, чтобы оторвать от православия народ. Это все, это все не, отступление-то пошло гораздо раньше. Отступление-то пошло раньше, оно запущено специально было, чтобы народ оторвать от Христа, от Бога. Оно и сейчас идет, немытьем, такатанем. от вина человек безумный делается, безумный, добровольный опыт решательства. Вот именно, когда деньги, 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 сейчас, почему вот сейчас все на Россию, весь мир ополчился, когда и там неправда, и там неправда, и люди не могут видеть ничего. Скажут, почему? Да потому, что нам Америка сказала так, да потому, что у нее деньги, да потому, что вы безумные. Вот где в землю, блудодеяние. Вопрос, Сергей, Сергей. А какие короли цари-то с нами земные, какие блудодействовали, ладно, Саудовская Аравия, король. Все, абсолютно все, до Дубаи, все абсолютно здесь обогащаются. Миллиарды, миллиарды, ежегодно уходят. Все они обогащаются, деньги идут за деньги. Все технологии покупаются на Западе, а у нас что, у нас сырье только и все. Так это и есть. Откровение об этом говорит. Что они там покупают? И душ, и тел человеческих. Сырье так же и в Аравии Саудовской, и в том же и в Дубае. Все сырье. У нас что, сырье только газ не в 0 лет, и все. У нас нет технологии, это только для себя. Сергей, обогащаются другие. Те живут, вот, допустим, у Мамара Каддафи. За электричество не платили, за газ там нет, никаких процентов нет. То есть, они давали жизнь своим. В России этого нет. От нее все обогащаются. И купцы посыпали головы. Какое богатство погибло в один... Так это ж по нашему, именно по нашему, чисто русскому милосердию, по нашему, так сказать, что мы виноваты, потому что мы такие вот простодыры. Так, подожди, Сергей. Какое милосердие? Милосердия никакого нет. Подкупали все народы. Вино, мерзость, безбожие, коммунизм распространяли. Ты еще маленький, что ли? Платили деньги, зачем куби-то? Валили и валили кораблями. Вот даже показывают, там, какой оперативный псевдоним. У него чемодан увезти. Обыкновенный там, южно-африканскую какую-то. И это там, говорят, два миллиарда. На два миллиарда уже давно этого нет, Игнат Тихонович. Ну, нет этого давно. Нет этого такого. Ладно. Сказали. Еще вопросы есть? Давайте тогда закончим. Первая и она, вторая глава, третьего стиха, следующего занятия. Задем в среду. Значит, у меня маленькое объявление для всех. Значит, мне в среду и в пятницу не звоните, кто меня слышит. Ждите звонка от меня. Мне можно только писать. Если кто-то мне звонит, я трубку брать не буду. Звонок от меня я набираю в группу. Я ведущий. Если вы хотите участвовать, вы можете мне кротко написать на занятия или там, как Сергей, я готов. Все. Если вы мне будете звонить, а я буду звонить в ответ вам, мне сигнал поступает занято. А в этот момент вы мне звоните. Не звоните мне. Если хотите попасть на занятия. Это понятно? Понятно. Только мне пишите. Потому что, если занятия идут, вы мне звоните. Я возьму трубку. Всех отрубить сразу. Я буду с вами один на один заниматься. Поэтому я трубки не беру. Вы мне напишите. Примите меня. Сообщение я прочту всегда. Не ждите, когда я вам позвоню. Понятно. Молимся. 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 Свойной и всякого истинною Божица Богородица Рызь на Боженную и пренепорочную И матерь Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серапин Безыслиния Бога Слово Рожую Сущую Богородицу Те Великим Игнать Игорь Игорьевич, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Прости, чем мы погрешили против истины. Исправь нас и доведи всех до желаемой пристани, до Царствия Твоего. И веди навеки в это Царство. За все Твои милости и щедроты, которые мы испытали за лето, благодарим Тебя. Не оставь нас. Благослови правителей, умудри, дай им страх Твой святой. И патриарху, и епископам, и священникам, и пастве даруй духовное рождение свыше. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Игнать Игорь Игорьевич, простите меня, что спорил с вами. Да не надо спорить. Я возвестил это все. Это учение, учение. А финансовая система не учение. Это учение. Учение безбожие, пионер, комсомол, все они для чего вели. Спасибо, Господи. Все. Ладно. Ну все. Отлично. Вот так. Аминь. Аминь. Аминь.